И снова всем доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. У нас на обзоре будет следующая моделька от фирмы Safety Jogger. Это, друзья, у нас будут ботинки утепленные тоже. Ну, как такого названия нет, просто Safety Jogger. Артикл у них 59, 57, 60. Данная моделька стоит 5000 рублей. Выполнены они из синтетической кожи 90%, 10% синтетики и подкладка текстиль, друзья. 44 размер. Давайте их посмотрим. Это вот такие вот пушечки утепленные, зимние уже. Да, друзья, потихоньку приходит новая коллекция, буду вам отснимать. Сразу хотел бы заметить, что кожа здесь вкусная, но выглядит она практически как натуральная, как мы можем видеть. Практически как натуральная. Такие высокие полуботиночки. Да, шероховатость кожи воспроизведена. То есть в плане этого, конечно, Safety Jogger молодцы, постарались. Также можем наблюдать здесь мягкую стильку. Стилька у нас тут soft-touch. Довольно-таки мягкая, двухкомпонентная. Тоже утепленная, немножко на флисе. Вот такая у нас подстилька. Там внутри, кстати, такой довольно-таки плотный картон, пропитанный водоотапчим составом. То есть не обычный картон, а какой-то усиленный, пропитанный, чтобы они не промокали. Сразу хочу заметить, в данной модели используется довольно-таки длинный язык. Но клапана нет. Клапана тут нет. Соответственно, вот сюда может попадать влага и снег. Вот сюда. Это, конечно, они не продумали. Обычно в зимних моделях используется клапан. Но здесь же его нет. Так что модель рассчитана по температурному режиму где-то от плюс 5 до минус 10-15 градусов по температурному режиму. Здесь где-то примерно грамм 100 утеплителя. Ну, как бы по общему размеру ботинка всего, да? По общему составу. Не на сильный мороз, сразу скажу. То есть на легкий мороз они рассчитаны. По качеству проклейки. По качеству проклейки очень неплохо. Косяков не видно, клей особо не выпирает. То есть в этом плане, конечно же, все нормально. Да, обувь имеет швы. Соответственно, желательно их обрабатывать водотаркой еще пропиткой. Потому что швы имеют свойство промокать. Швы желательно обрабатывать. Промежуточная подошва выполнена из довольно-таки, что хочу сказать, довольно-таки жесткого материала. То есть тут такая прям жесткая реально. Почему бы они не сделать мягкой? Почему она такая жесткая, непонятно. Опять же, надо мерить, пробовать. Подметка выполнена слоем износ стойкой резины. С вот таким вот ярко выраженным протектором. Да, она реально жесткая. Интересное решение. И на сгиб они довольно-таки жесткие. Но мы посмотрим. Надо их все равно мерить. Люверсы здесь тоже у нас текстильные, как можно видеть. Имеется два дополнительных быстрая шнуровка. Такие вот люверсы металлические. И сверху тоже можем наблюдать такой вот материал фекстильный. Сзади имеется петелька для снятия. Довольно-таки интересная модель внешняя, да. Но по удобству надо мерить. Почему-то, сдается мне, что они такие будут жестковатые. Но это мы сейчас померяем, посмотрим, как будут смотреться ноги. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Ну, погнали мерить. Эта моделька, друзья, есть в двух вариациях. Есть еще вот такая вариация. Тоже искусственная кожа. Она чем-то такая под нубук. Закос прям очень похожа. Практически одинаковые. Только здесь мы можем видеть люверсы металлические. Там они текстильные, а здесь металлические. Утеплитель точно такой же. Стилька точно такая же. Подметка, промежуточная подошва. Все абсолютно идентичное. Единственное, что кожа немножко другой структуры. Тоже искусственная. Больше закос такой под нубук. Поэтому смотрите, какие вам больше нравятся. В принципе, эти или вот эти. При желании можете заказать и те, и другие. Рассмотреть к покупке. О-о-о! Продолжение следует... 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 Можете заказать также два размера, чтобы определиться размером. Кстати, по размерам они идут размер-размер. На мой 44-45 вот эта моделька 44-й подошла. Вполне адекватно. Померите, посмотрите, если вам подойдут, вы непосредственно выкупите. Моделька достойная внимания. Смотрите, друзья. Не забывайте ставить лайчонок, подписываться на канал, делиться этим видео с друзьями. Ну а на этом я буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, всем отвечу. По возможности сейчас снимаю новую коллекцию. Пришли новые модели. Кстати, сегодня еще у нас приход. Пришла машина, может быть что-то новое. Еще что-то отсниму обязательно. Буду держать вас в курсе новинок. Если есть желание, друзья, поддержать мое творчество рублем, донатиком, ссылочка на донат будет в описании. Вот, поэтому, кто желает поддержать, спасибо большое, друзья. Ну а кто просто смотрит, тоже всем спасибо. Не забывайте про лайчонок, это тоже важно. На этом будет заканчиваться обзорчик. Все, друзья, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.